Я недавно был в Германии. Я уже в среду об этом говорил. И Господь подарил нам много новых друзей. Это такие друзья, особенные друзья. Вы знаете, много эмигрантов живут в Германии. Но не так много стали головой, стали вверху, стали успешными, влиятельными. И когда я встретил моих уважаемых друзей Валдемар и Ирма, я был в шоке. Я был приятно удивлен, насколько Бог благ, который благословляет их семью, их детей, их служение и их бизнес, их производство. Мы вот буквально вчера, позавчера были в Эстонии, ездили вместе, служили эстонским церквам. Мне было очень приятно увидеть Валдемара, как служить. И, с вашего позволения, я любезно приглашаю на нашу сцену. Пожалуйста, Валдемар. Пожалуйста, Валдемар. Я очень рад сегодня быть на этом месте, и живу Господь, когда я утром молился, и Бог свидетель, что Он положил мне сердце, место писания для вашей церкви, и словом, которое с Божьей помощи приготовил, это пропит, моя называется «Твои таланты». Я хотел бы местописание прочитать, это книги пророка Исайя записанных, это слово для вашей церкви и нового поколения. 41 глава, 9 и 10 стиха. Ты, которого я взял, оттранцов земли, и призвал от края, и сказал тебе, ты мой раб. Я избрал тебя, и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. Великий наш Господь и Бог мой, который вас так сильно любит, который вас так сильно хочет благословить, который вложил это слово сегодня для вас. Я уверен, что Бог благословит вас. Бог благословит вашу церковь, все ваши проекты, и не будет никакого препятствия. И если даже суммы кажутся большими, то для Бога это ничего. Бог любит вас, и Бог благословит вас, идиос святыс вас, и вы будете видеть еще большие чудеса, большие знания, большие знания, и все Латвии зав Gas Несколько! Халлилуйя! Жив Господь! Я вижу славу Божью. Я вижу на вас памазани. Халлилуйя! Халлилуйя! Слава! Будь Господь прославлен! Я бы хотел начать тему моей пропорции. Исакт свою святру на стею. Твою личную призвание. Твою личную таланку, который Бог положил тебе. Кто здесь находится и не знает своего призвания? Поднимите руки. Вы нашли Господи, хотели бы спросить, являет Иисус Христос вашим спасителям? Веде Иисус Христос ваших глабей? Тогда откройте местописание. Тогда откройте местописание. Евангелие от Марка. Марка Евангелийс. Первая глава. Первая ноделя. Я буду читать с 19 стиха. Я пошел оттуда немного. Он видал Якова Завидеева и Яна, брата его. Цебедеи делу Яну, брали. Так же в лотке. Лаива. Починяши сети. Тиху слапам. И тот час призвал их. И они старши оттасвали его Завидеева. И они оттасвали себя от цебедей. И последовали за ним. Я часто удивляюсь. Я часто удивляюсь. Представьте себе картину. Иисус Христос подходит к тебе. И говорит. Отстань все. И следуй за мной. В то время не было информации, чтобы мы могли через интернет или через YouTube проверить, кто такой Иисус. Понимаете, это просто откровение свыше. Я увидел один раз этого человека. И он мне говорит по-шему. И он мне говорит по-шему. И отстань все. И последовал. Я представлю. Вот пастор Алексей. Приехал ко мне в гости в Германию. Матит. Алексей, я отбросил из Вати, при моем цеме. Оттанцал ко мне на предприятиях. Увидел моего сына. И раугут моему дэлу. И говорит. Отстань все по-шему. Я бы не знал, что с дъем. Я не знал, что я издарюю. Я старался. Учу. Наставлю. Матит. 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 И говорит. Отстань все свои генератели. Отстань все свои генератели. Слезай за мной. Слезай. Учиси. Учиси. Писание говорит. Они оставили. Они оставили. И не посмотрели. У не посмотрел. Как на это среагирует отец. Сто, как реагирует отец. Чисто по-человечески хочу объяснить. Насколько. Изкайдрот. влияние Божие было действительным и реальным, что почувствовал и переживав, что это от Бога ни на минуту не было никакого сомнения, что я иду за человеком, который имеет глаголы вечной жизни. Я не знаю, как ты смог это сделать, но каждый, кто находится сегодня здесь, и является Диевым Божием, когда ты сделал этот шаг, может, кого-то приходилось дольше тянуть, и много показывать, может, многие приходили какие-то чудесы, но важный факт, что поверили, и пришли к Иисусу, и послевали за ними, и, знаете, ученики следуют с Иисусом три года. И когда мы сейчас читаем Писание, мы понимаем, что они даже не совсем до конца понимали, его пришествие, его миссию, и что он хотел от них. Они думали, что все теперь принадлежит вся земля им. Они такие счастливы, они радостные, они видели, как Иисус насыщал тысячу людей. Вы знаете, приятно с таким человеком делать иметь. Ничего не надо делать, только сопровождать, только поводить, даже много молиться не надо было. Они часто уставали, они бежи пекуси, и всегда следовали за Иисусом. И им так, они себя так хорошо чувствовали. И им так было хорошо. Они так были так хорошо. Я не знаю, как вам, но я себя часто ставлю на местах учеников, как бы я себя павел. Как бы я его принял? Как бы я его принял? Многие говорят, если бы, скажи спасибо, что ты не живешь то время. Саки, павел, что ты не живешь то время. Кто знаешь, на какой стороне ты оказался? Курой пусы ты будешь? Знаете, самое тяжело было фарисеем, книжником. Они знали закону Божий. Они знали Деву ликуму. Ну их не разум был закрыт. Они так хотели понять. Они ждали так мессию. Они ждали так, кто освободит Израиль от этого рабства. Они мечтали день и ночь. Они поклонялись. Они принесли все сожжения. Но когда пришел Иисус, они сказали распни. Они не поняли. Когда Петер сидел с учениками последний вечер, он говорит, один из вас придас. Петер Петер неинтересно. Он сказал, Господи, кто же это? Если они все, то я не за что? Он так был уверен, что он предан Иисусу, не прошел несколько часов. И мы видим картину. И мы видим какую-то женщину подходят к ним. Куда-то севица подходит к ним. Он говорит, я не знаю его. Он говорит, что случилось? Он видел много чудеса. Он видел знамения. Он всегда старался поближе к Иисусу. Он мечтал сидеть по правую руку. Он готов был все сделать. Он готов был все сделать. Варрага станды, и все поменялся в жизни. Он изменился в жизни. Варрага станды. И твое жизнь может поменяться. И я хочу еще несколько писаний прочитать. Я хочу изразить даст раксту витес. Матфея. Нет, мы прочитаем Марка 8 глава 22 стиха. Нет, мы прочитаем Марка 8 глава 22 стиха. Это местописание меня сильно впечатляет. Вы знаете, я не буду много читать. Здесь написано, что 22 стиха приходит в Евсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку и привел его вон из селения и пленув ему в глаза возложил на него руки и спросил его видишь ли что он сказал видишь проходящих людей как деревья потом опять возложил руки на глазах и взглянуть и он изцелил и все язмам и всу скаидрю сака редзет. Знаете, мы часто читаем и не задумываемся и неиздумываемся это одно местописание если если мы так начали практиковать Топец, если я так саку практицировать, вы бы меня заходили вашими тапочками. Кто-то пришел, чтобы я помолился. Кто-то пришел, чтобы я помолился, бил брат Алексея, он взял бы плену на пол. Он взял бы плену на пол, помазал вам глазами. Пасмария, ты аксессу ар то. Ученики тоже, я думаю, они не поняли, потому что они были рядом. Несапрасту. Тур би ракса, как они были блакус. И мы часто многие вещи не можем понять, потому что нашу раку не все может принять и понять. И как часто нам надо просить Бога, чтобы Бог открыл нам. Чтобы Бог открылся нам во всей своей полноте. Чтобы Бог дал нам мудрась. Понять весь его путь, его плану, в твоей жизни. Бог призывается тебя. Бог хочет, чтобы ты имел жизнью ситбитком. Каждый из нас этого хочет. Каждый желает, чтобы получить такой призвание. Я еще не встречал ни одного человека. Я не встречал ни одного человека. Если бы он с рабочего. Да, ты ему говоришь, вот я тебе даю зарплату. И работать в бюро. Я еще ни одного не встречал, чтобы он сказал, нет, я не состоял. Каждый согласится. Каждый согласится. Потом, по исходу времени. Если человек сам может признаться. Я хотел бы прочитать местописание. Это Евангелия от Матвея. Матвея Евангелия. 25. глава. И Господь, Иисус здесь говорит притчей. Иисус. 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 Лейд ficou пластинotic. Другому трещ Hinформу. Отному тов Federation Emperor Тулен saber лицо. Вас לא ведут твоего отношений. С Hauseа архивающего отношений. Насколько ты готов принять? Насколько ты готов включить wheels с самыми знаниями? Включить и просить у Бога мудрости, чтобы Бог тебе доверил, взять, чтобы это принесло тебе пользу, и написано про третьего человека, который получившись азиву один талант, и он пошел и закопал, как часто в нашей жизни. Бог нам дает, мы берем и закопал, Бог сегодня обращается к тебе, Богу не нравится этот подход, Бог, если тебе дали, померить, дар веру, Бог знает, да тебе пять или три, насколько ты справишься, если сегодня тебе Бог дал пять, и ты справишься, я верю, что завтра получишь десять, у Бога нет границ, у Бога нет границ благословения, у Бога нет предела, Бог бесконечно, благословения бесконечно, и предела нет, и Бог готовит тебя, Бог готовит тебя, чтобы ты был готов, использовать то, что он тебе дает, для славы Бога, для славы Бога, для славы Бога, чтобы ты был готов, как ты имеешь, чтобы ты мог этим служить, Для царства небесного. Для славы Божьей. Вы знаете, в каждом деле можно... И в каждом деле можно служить для царства Божьей. Я вам хочу коротказать за свидетельствами. Я вам хочу сказать, что я с вами был мечтал создать миссионерам. Когда мы начинали в церкви, я пытался организовать в нашей новой церкви группу прославления. Но хорошо, что паста Алексея не слыхал, когда я тогда пел. Это мое счастье. Через некоторое время я понял, что это не мое. Я начал только молиться. Мне это лучше получалось, чем спиньем. Я посвящал себя служение в церкви. Я много лет был к водителям молодежи. Я никогда не думал, что буду заниматься бизнесом. Я никогда не думал, что буду заниматься бизнесом. У меня это сложный период. Ну, после некоторых командировок. Я понял. Я понял, что Бог хочет меня использовать. Когда я первый раз прилетел в Узбекистану, мне надо было китик министру. И Узбекистану был такой радостный. Узбекист был так претензий. Делегация с Германии приехала. Делегация с Германии приехала. Он накрыл весь стол. И мы приходим туда, как господа. Узбекистан с Германии приехала. Узбекистан с Германии приехала. Мне первым довелось бы быть на служении Янгичу, это 96. годы. И когда мы уверовали, нас было три брата. И мы так мечтали. У меня так сапнили. Поздороваться с братом Бонки. Сосвейцинаться с братьом Бонки. Подержаться за руку Бенихином. Чтобы он возложил руку. Получить от него благословение. И я одно время, как Елисей, только увидел, что кто-то помазал. У меня не надо заботиться, кто будет оплачивать мои билеты. И благодаря этой милости Божьей. Я на сегодняшний день почти все страны мира объездил. У меня столько друзей и братьев. Это милос Божья. Это величие Божья. Это слава Божья. И я хочу, чтобы ты сегодня нашел свое призвание. Чтобы ты молился Богу. Лай ты лукту Деву. Нашел себя. Понимаете, в церкви не должно быть бездельников. Царствия Божьей нужны друженики. Царствия Божьей нужны помазаники. Которые жаждут. Сраньево утра принимать Божьи благословения. И не быть эгоистами, а их дальше отдавать. Жаждущих. Ищет, как Бог. Аллилуйя. Воздая Богу славу. Бог любит нас. И Бог шедр. И если он тебе дал дарам. Жизнь вечную. И дали тебе помазани. И дали тебе благослови, тебе обильна. И святы, тебе паспильн, тебе обильна. Отдай от дарши. Отдай от дарши. Отдай, который дал тебе Господь. Туда дар, который дал тебе Господь. Служием. И не будь жадным человеком. У неиси скопс, человек. Сколько бы ты чего бы не копил. Лай цик ты ареи не узкрадал. Я знаю одно. Я знаю одно, что все равно похороня тебе. И с собой ничего не возьмешь. Все останется кому-то. И напрасно, что ты копил и собирал. Это точно. Это и Библия говорит. Так что не расстраивайся. Так как неустрауцешь. Всех денег не заработаешь. Вису науду несапелнись. Бог знает, сколько тебе надо. И Бог знает, сколько ты должен иметь. Я вспомнил один случай еще. Я думаю, что я хочу выиграть миллиону. И десятую часть отдам церкви. Я говорю, молиться не буду. Потому что ты не знаешь, что такое миллион. Если ты сейчас не можешь сто евро дать. А потом тебе надо отдать сколько? Сто тысяч. Да ты не представляешь, как они выглядят. Ты не знаешь, с какого конца подходить к ним. Ты не знаешь, что с ними делать. Ты сразу же обанкротишься. А в церковь забудешь дать. Это я тебе гарантирую. Ты должен быть готова за школу. Ты должен научиться. Ты должен быть подготовленным. Ты должен быть управленным. Ты должен быть управляемным. Поэтому многие молятся. И не получают. Я скажу, можешь расстраиваться. Ты можешь радоваться. Выбирайся сам, или твоя время пришло, или они не пользуются. Выбирайся сам, а Господь любит нас. Аллилуйя. Я хочу еще одно место писания прочитать, и мы будем молиться. Раксту въедет, излазить, и тогда логовим. Аллилуйя. Диане апостолов. 2 глава. Семнадцатый, девятнадцатый стих. Каждому из нас. Катрам номумс. Если Господь тебе призвал, Тебе нужно помазание. Тебе нужно силу Духа Святого. Тебе нужно водительство Божьи. Тебе надо просить, чтобы Дух Святой наполни твою сердце. Тебе надо просить, чтобы Дух Святой святой наполни твою сердце. чтобы твоя сердца не принадлежала никому ни серебряной любви ни твоим привычкам ни твоим желаниям ни твоим желаниям чтобы твоя сердца наполнил Иисус чтобы в первую очередь в твоей жизни на первом месте чтобы ты мог пригласить своя сердца и свою жизнь духа святого и вы знаете когда ученики на следующей недели праздники на следующей недели праздники львы 50 васар святку диету вы не забыли это вас празднует халлилуйя у нас даже выходной в Германии у нас даже выходной в Германии у нас даже выходной в Германии и когда ученики сидели и ждали славы Божи деву годы после вознесения ученики поняли петь аукшам целшинās макакли запрят чого в их жизни не хватало не просто ходить с Иисусом не просто ходить с Иисусом и смотреть как он изгоняет Иисус, мы без тебя ходили. И бесы повинуются. Исцеляются люди. Мы уже большие взрослые мальчики. Мы уже самостоятельные. Мы уже подставили. Иисус им отвечает. Не радуйтесь тому. А радуйтесь тому. Чтобы ваши имена были записаны в книге Вечной Жизни. Халлелуйя. Ваши имена записаны в книге Вечной Жизни. Чтобы твое имя было написано на них. Это для тебя важно. Второе. Мы прочитаем 17 стиха. И будут в последние дни. Говорит Бог. И залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчатства цены ваши. И дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения. И стации ваши сновидения вразумляемыми будут. И на рабов моих. И на рабынь моих. И в те дни. И залью от Духа Моего. И будут пророчатства. Халлелуйя. Халлелуйя. Это твое обидование. Я бы хотел, чтобы мы сейчас стали. Я бы хотел, чтобы мы сейчас молились. Кто желает сегодня. В первую очередь принять Иисуса Христа. Как личного своего спасителя. Если есть такие желающие. Я прошу, чтобы вы вышли сюда. В первую очередь вас вам необходимо принять Иисуса Христа как личного своего спасителя. Поздравьте, пожалуйста. Это ваши братья и сестры. Халлелуйя. Достоин славы великий Бог. И если сегодня находишься ты на этом месте. И ты желаешь, чтобы Дух Святой наполнить твои сестры. Чтобы огонь Святого Духа сошел на тебя. И ты был наполненным Духом Святым. Чтобы помазание прошло через тебя. Чтобы силу Духа Святого наполнено. Чтобы ты сегодня мог встать в пролом. И сказать, что я дитя Божий. Я принадлежу Господь тебе. Я из моих домов будем служить Богу. Ты великий Бог. Ты славный Господь. Ты великий Господь. Вся слава принадлежит Тебя. И я принадлежу Тебе. Великий славный Бог. Просласься в жизни нашей, Господь. Халлелуйя. Спасибо Тебе, Господь. Халлелуйя. 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 Вам легче молиться на русском или на латышском? Ну, хорошо. Давайте мы помолимся. А вам как? На русском. Тогда повторяйте за мной по-русски. Легче молиться на латышском. Может быть, в зале еще кто-то есть. Может быть, в зале еще кто-то есть, кто не спасен. Велкадцы есть, кто не спасен. И ты чувствуешь, что твое сердце колотится. Давай. Это твой день. Это ваш шанс. Какие-то шансы повторяются. Мамочка. Это ваш день. Господь и вас любит, и вашего ребеночка. Может, еще кто-то есть. Пожалуйста, не уходите без Иисуса. Иисус тебя любит. Он стучится в твое сердце. И Библия говорит, ищите Господа. Когда можно найти Его. И призывайте Его. Когда Он близк. Несколько минут, давайте помолимся. И дадим возможность каждому человеку принять это важное решение. Драгоценный Господь. Даргайз кунгс. Мы благодарим тебя за это слово. Пусть каждый человек знает свое призвание. И все дары. И все таланты. И все таланты. Которые ты даровал нам. Пусть они будут пусть они в оборот. Пусть каждый человек будет востребован. И благословен. Пусть каждый человек займет свое место под солнцем. И пусть занимается любимым делом. И получает благословение и радость. И вокруг окружающие люди. И пусть будут такими же радостными. И счастливыми. И лаимые. Кого ты определил ко спасению. Пусть они найдут Его. Пусть они найдут Его. Я прощу во имя Иисуса Хреста. И все будут спасены. Ва имя Иисуса Хреста. И так, дорогие. Не я прощаю грехи. Не я прощаю грехи. Поэтому давайте закроем глаза. И громко из глубины сердца совершим эту молитву. Скажите, Отец небесный. Саките, дебесу Теус. Ва имя Иисуса. Джеизус Хреста. Я прихожу к Тебе. Я благодарю Тебе. У патрикос Тебе. За то, что Ты великий Бог. За то, что Ты этот мир возлюбил. Я дал Сына Своего Единорога. В этот день. Я открываю Свою сердце. И я приглашаю Тебя. Иисус Хреста. Джеизу Хресту. Ваиди в мою жизнь. Навиди порядок. Прости все мои грехи. Педод весьма грехи. Пакрой все мои беззакония. Аплай весьма нас нетейснеба. С этого дня. Я называю Тебя. Своим Господом. Ты мой Господь. Ты мой спаситель. Ты мой спаситель. А я Твою дитя. Благодарю Тебя. Патеичу Тебя. За то, что Ты слышишь меня. И отвечаешь мне. У отбилди меня. Патеичу Тебя. За прощение грехов. Пар греху педошу. Патеичу Тебя. Патеичу Тебя. За любовь Твою. Пар Таву милстиву. Котору Ти явил. Кур Ту параде. В лице Иисуса. Джейс Кристос. Пакланяюсь Тебе. Я спилудзу Тебе. И бусиме Твоё. И бусиме Твоё. Возвеличится и прославится. Ир погодинаться и славаться. В моей судьбе. И в моей жизни. И в моей жизни. А теперь церковь прострити руки. У тега драузи степиет Савас рогас. Во имя Иисуса. Джейс Кристос. Дух Святой наполни это сердце. Я прошу Тебя. Разорви все цепи. Всякая порочная зависимость. Да будет уничтожена и разрушена. Я посвящаю Тебе на служение. Этого человека. Пусть он открыт будет для Тебя. Открой ум к разумению Писания. И открой его сердце. К познанию благодати Твоей. Господь благодарю Тебя за эту женщину. За эту мамочку. И я прошу Дух Святой. Освяти ее. Освяти ее внутренности. Освяти ее чада. И этого ребенка во чреве. Благослови. Пусть он будет святым. Праведным. Благословенным. И пусть в этой судьбе. Яркого сияет свет. Пусть будет благословен плод чрева. Пусть будет благословен плод и ее дел. Пусть семья будет благословена во имя Иисуса. Благослови Господь этих девушек. Я прошу Тебя. Церковь сядьте, пожалуйста. А вас я попрошу повернитесь, пожалуйста. Пусть будет благословена во имя Иисуса. Посмотрите. Это наша большая счастливая семья. И мы хотим каждому из вас сказать, Добро пожаловать. Как вас зовут? Геннадий. Вот первый раз вас вижу, а вы уже мой брат. Все, во Христе Иисусе мы родственники. Все, теперь вместе будем служить Богу. Очень приятно. Мамочка, как вас зовут? Екатерина. Екатерина. Какой месяц уже? Шестой месяц Екатерины. Давайте поблагодарим Господа за такой чудесный момент. Прекрасно. А кто вас пригласил? Зинаида. Зинаида, иди сюда. Зинаида, иди сюда. А вот Зинаида. Поздравьте. Какая благодать. А вы теперь наша сестра Екатерина. А вас как зовут? Людмила. Ну, видишь, как здорово. В таком возрасте. Это вот самый возраст. Под Слабакой с Ватсом Цельси. Вы наша сестра. Будем вместе служить Господу. Молодой человек, хочу с вами. А здесь болит. Давайте прострем руки, помолимся, чтобы не болел. Дима, иди помолись. Позвожи руки. Чтобы не болело. Во имя Иисуса Христа. Че есть Христус Варда. Господь, пусть прекратится эта болезнь. Позвожи сапы сайзет. Всякая немощь пусть уйдет. Катус вайум слайпазуд. Во имя Иисуса Христа. Че есть Христус Варда. Будь здоров прямо сейчас. Ты если бессел стеши тагед. Во имя Иисуса. Че есть Христус Варда. Амэн. 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 Ну, все хорошо. Как зовут? Как зовут? Как зовут? Эвальц. Привет, Эвальц. Наш брат. Эвальц. Мусу бралис. Благословение. Связь. Все будет хорошо. А вас как зовут? Как Юс Сауц? Солвита. Вообще красивое солнечное. Скай. В нашем полку прибыло. Добро пожаловать в нашу большую семью. Девушка, а вам вас как зовут? Юс Сауц? Три имени? Трис варди? Ай, Моника и Лиза. Как это вот так? Каут как так. Моника. 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 Ну вот, попробуй. Солвейта. Моника. Эвальц. Екатерина. Людмила. Мила. Геннадий. Алексей. Он Айгарс. А теперь, друзья. Ну так и драги. Пожалуйста. Пройдите его сейчас. Буквально на пару минут. Это с пары с минутами. Какое служение классное, а? Санц-принщик. Давайте поблагодарим Господа. Падать смесь там кунгам. Как благ наш Господь. Ты клапсер мусу кунгс. И милость его вовеки. Он вынешал с тебя с мужем. Валдемар, огромное спасибо за слово. Пусть Бог вас благословит. И распространит пределы обитания везде, по всему миру. Ирма. Спасибо вам. Я благодарю всех, кто был на этом служении. Выслушайте, пожалуйста, еще объявление. Уважаемая церковь, давайте подарим Богу великую славу за этот воскресный день. За сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok